Приветствую! На битве экстрасенсов впервые за много лет случился громкий скандал. Один из ведущих Сергей Сафронов был уличен в незаконном получении денег с потенциальной участницей проекта парапсихолога Алины Вердиш, за что он был немедленно уволен. Сергей пообещал подать в суд на Алину, но и она не собирается молчать. О тайных деяниях Сафронова Вердиш подробно рассказала в личном блоге, опубликовав доказательства его вины, переписки, записи звонков. Как оказалось, Алина отдала телеведущему полтора миллиона рублей за шанс стать участницей очередного сезона битвы экстрасенсов. Сергей деньги взял, но своего обещания не выполнил. Поначалу Вердиш пыталась решить вопрос мирным путем, прося назад свои финансы, но у Сафронова нашлась масса отговорок. Тогда она решила действовать решительно и разоблачила телеведущего. Кажется, теперь им обоим предстоит встретиться в суде. У каждого человека есть свое гражданское право, поэтому он может подать в суд, и в этом нет ничего страшного. Если честно, мне самой интересно, что он там будет говорить, потому что против всех фактов, которые я предоставлю, конечно, будет трудно что-то сказать. На сегодняшний день Сергей не выходил со мной лично на связь. Что касается дальнейшего участия в битве, об этом не может быть и речи, говорит парапсихолог. Из-за всей этой ситуации Алина столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес, но она не обращает внимания на хейтеров. Недоброжелатели пишут, и очень много. Кто-то пытается постоянно взломать мой аккаунт в инстаграм. Оскорбления сыпятся не без этого, рассказывает Алина. Деньги на счет Сафронова вносил супруг Алины Евгений, поэтому именно он подал в суд. В действиях Сергея Сафронова есть признаки уголовно наказуемого деяния, и подано соответствующее заявление в Главное управление МВД России по Москве. Учитывая ту доказательную базу, которую предоставила Алина, мы готовы пройти все экспертизы на подлинность. Считаю, что шансы того, что в отношении Сафронова будет, возбуждено уголовное дело довольно высоки. Так высказался по поводу всей этой истории адвокат Алины Антон Герц. Также Герц рассказал, какое наказание может светить телеведущему в том случае, если его вина будет доказана. Тут все будет зависеть от того, как будут квалифицированы его действия, продолжил адвокат. Если квалифицируют по более тяжкому составу, по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации о мошенничестве в особо крупном размере, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Но в любом случае окончательное решение будет принимать суд. Сафронову придется заплатить за пользование деньгами по 395 статье. И если возбудят уголовное дело, обязательно будет взыскание морального вреда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова